Блинная столица, город художников, маленькая Швейцария, Сингилеевский район – излюбленное место отдыха многих ульяновцев. Археологическое наследие и заповедные территории привлекают туристов, а полезны ископаемые – инвесторов. Как сделать муниципалитет еще лучше, обсуждали на стратегической сессии сами жители, эксперты в области экономики и глава региона Алексей Русских. Практически в половине районов Ульяновской области мы уже с этой сессией побывали. Мы услышали очень много интересных мнений и предложений, все их мы систематизируем, и они в дальнейшем лягут в программу нашей работы в Ульяновской области. Глава региона сделал акцент на вопросах демографии и привлечения молодежи. Сингилеевцы предложили открывать больше досуговых центров, продвигать целевое обучение, ввести налоговые льготы для многодетных семей и создавать больше рабочих мест с достойной заработной платой. К сожалению, у нас не хватает рабочих мест и те рабочие места, что у нас в настоящее время есть, не совсем достаточная хорошая зарплата у нас у нас у населения. Человек рыбы ищет, где глубже, человек, где лучше. Поэтому многие мужчины, отцы вынуждены уезжать на заработки в Москву. Соответственно, семья, конечно же, через какое-то время распадается. Мужчины заводят себе семью где-то, женщины остаются одна с детьми, женщине очень трудно, они уезжают. Немаловажной проблемой для района с богатой историей является благоустройство окружающей среды, ликвидация свалок, возрождение речного судоходства, создание геопарка. Всё это необходимо для развития Сингилея и привлечения туристов. На территории Сингилеевского района были найдены памятники первого века нашей эры. Таких памятников больше нет на территории Ульяновской области. Я могу сказать точно, что ни в одном районе Ульяновской области они пока не обнаружены. И кроме этого, здесь были найдены очень интересные торгово-ремесленные поселения. То есть это и эпохи Волжской Болгарии, и Золотой Орды. И эти памятники, они могут быть ключевыми точками роста для территории муниципального образования. Жители активно предлагали идеи для стартапов и развития бизнеса. Всех их внимательно выслушали эксперты. Они поделились своими мнениями и впечатлениями, а затем выбирали самые перспективные стратегии.